Есть детали, чтобы вырезать или скопировать на другой лист. И потом есть там картинка, где написано, где номер детали написан и показано, куда она идет. То есть порядок сборки сказан, да? Да, и там написано еще под этим текстом, как это делать. И вот за счет этого можно собирать вот такие модели. У меня вот там еще есть модели. А это для конструктора? У меня есть модели чуть-чуть, как там можно увидеть самолет. И это СК-1, экраноплан. Там у меня еще там валяются модели половые. У СК-1 там хвост ловился. Ну, часть хвостового оперения. Так, ну что, ты нам вторую часть про Лондон готов рассказать? Вот, тут я саму презентацию не смогу показать, но я смогу фотографии. Ну, давай. Просто фотографии там у меня уже отобраны. Я могу вот эти фотографии там показывать, но не в презентации. Да, давай, конечно. Ты же помнишь, ты будешь нам рассказывать там сразу. Да. А вот еще у меня еще одна такая токенчика из Музея науки. Знаете, кто-нибудь издает, кто это? Она отсвечивает, и там рисунок плохо видно. Ага. Так, я сейчас посмотрю. Похоже, что это спутник, да? Нет, это человек. Ну-ка, ну-ка. Ну-ка, Юрий Гагарин. Да. Ага, это в шлеме он. Да, в шлеме. Так они там что, это выдавливают прямо на монетах при тебе? Ну, там есть такие машины, которые выдавливают всякие вещи. Но вот эти, вот это, из машины, которые заполняются такими, она там, ты выбираешь одну, она тебе выдает. Можно две выбрать за два раза. Вот я сначала выбрал эту, а потом выбрал эту. Ну, интересно то, что в Лондоне есть жетоны, связанные с нашим советским космосом. Это очень интересно. Вот это первый человек в космосе, все должны об этом знать, поэтому это логично более-менее. В 66-м году полетел в космос Витлий Гагарин. Да. Через четыре года будет 60 лет. Вау. Ну, давай, Гришин, включай фотографии, Лондон. Поехали. Кому? Так, а тебе, наверное, у меня не включена эта демонстрация. Кстати, Юрий Гагарин даже 10 или 20 лет назад мог, может, он еще, может быть, он даже сейчас жив. Но, правда, это вряд ли, потому что ему где-то 80-90 лет. Не, 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 это неправильно, потому что он разбился на самолете. Когда? Вот. Он разбился на самолете, не очень известно по какой причине, но вообще-то хорошо известно, что до того, как он стал космонавтом, он был летчиком-истребителем. И командир полка его направил в отряд космонавтов именно по этой причине, потому что он очень летал очень опасно. Ему хотелось, чтобы в его полку не было такого летчика, который опасно летает. И он его, там, ну, пришла разнарядка выбрать самых лучших летчиков и направить там в специальный отряд. Никто не знал, что это будет космонавт, когда все это секретно было. И он туда выдвинул Юрия Гагарина. Вот. Возможно, что сам Юрий за рулем, ну, пилотировал самолеты неаккуратно и поэтому разбился. Он на истребителе разбился. Я помню, я где-то читал, то, что, чтобы стать космонавтом, обязательно нужно какое-то время определенное часов, время часов на самолете, чтобы стать космонавтом. Ну да, сначала так и было, брали только военных летчиков. Кажется, тысяча пятьсот часов в самолете, в военном самолете, чтобы стать космонавтом, точно не уверен. Ну, нет, это слишком большое число. Тысяча пятьсот – это очень много. Это надо полжизни летать. Ты уже станешь старенький, тебя по здоровью не возьму. Так, Григорий, давай, картинки открывай, пожалуйста. Я тебе дал уже возможность показывать экран. Кринь. Кринь. Ей, it's starting broadcast. Ага. И... Что-то... Ох, вот. Короче... Да, вы... В самом начале, когда мы в Лондон приехали. Как будто я эти фотографии где-то видел. Ну, не когда в Лондон приехали. После Леголайда. Мы на Леголайде были до шести. Сначала, когда мы приехали, мы пошли к Лондон, и мне только нужна фотография меня рядом. Вот ту самую первую, которую мы сделали в центре города. Никак не могу ее найти. Это очень... запутанная получается. Но... Я... Ну, ты это, пропусти ее, начни с того места, где ты знаешь. Так. Не помню, фотки из Айдетера. И здесь выберешь. Ну, короче, в кино я тебе... Вот. Вот это она. Вот. Я... Когда приехали... Вот я... Вот. Лондон Рай. Для тех, кто не знает, это... Это большое... Колесо... Ну... Забыл, как называется. Вот точно где-то видите. Колесо обозрения. Да, колесо обозрения большое. Называется Лондон Рай. И вот оно здесь. Ой. Оно вот прямо вот здесь. Только... Его закрыли для... Для работ. И мы не смогли на нем покататься. Но... А оно что прямо на берегу Темзы, да? Да. Там даже подпорки несколько... Несколько в воде. Там несколько подпорок. Темзы. Вот. Биг Бен. Два парламента. И красные автобусы. Так. Ну, давай следующую фотографию. Давай. Вот. А вот тут есть Пьер. И к Пьеру подходят катабараны. Ага. Ну, речные автобусы они. Убербот называются. Угу. Они... Это речные автобусы. Можно купить билет. Из одной речной станции. В другой. И проехаться на нем. Когда мы сели, начался дождь. А когда мы высадились... Вот дождь... Вот. Когда мы высадились, дождь закончился. Ну, прям по заказу. По заказу вам подали корабль. Да. Повезло прям. Вот это уже сзади. Это вперед. Там кабина сам наверху. Там радар установлен. То есть, вот там, где ты сидишь, это сверху над головой у тебя капитан, да? Нет, там, по самой посередине наверху. Ага. И там еще сверху капитанская кабина, там есть радар. Вот. Вот это уже сзади. Потом вы высадились, пошли. Были статы обезьян. Там вот где-то здесь было написано что-то, что обезьяны там делают про них. Вот я тут же делал позу, как будто я пытаюсь обезьяны украть что-то. А вот я дернусь с обезьянами. Вот тут обезьяны дерутся, а я тоже дернусь. И вот это, правда, очень огромная статуя, но тут обезьяна использует палку, чтобы термитов из термитника достать. Ну, то есть, добывает себе еду, да? Да, палкой. Это очень удивило ученых, когда они знали, что обезьяна тоже приборы всякие использует. И вот, вот, а дальше пошли, пошли. Вот это ХЧБС Белфаст, военный корабль, вот, на таких мы плавали, плавали. И двойная радуга. Ух ты, крепкая еленя. Да, это вторая двойная радуга, которую я в жизни видел. А я однажды видела сильную радугу. Такие даже бывают? Да, бывают. Классно. Вот Таур-бридж, и тут очень плохо видно, но это Таур. Там, где ржа, юстиков, и сокровище королевское. Вот. Вот это ближе ХЧБС Белфаст. Я просто что-то... Мне это не очень нравится фотография, я просто что-то говорил. И моргал в то же время. Поэтому такое получилось. А чем этот корабль знаменитый? Я не знаю, но... Там просто военный корабль с зенитками, пушки здесь. Он как музейный экземпляр, да? Ну да. Но нет, это тот самый настоящий, который был использован. Его просто пришвартовали здесь, и вот там, в задней части, строили бар. У нас в Петербурге там стоит «Аврора», она знаменита там кем-то тем. Я поэтому спросил, может быть, у этого корабля-то есть какая-то такая важная история? Даже если есть, то я не знаю. Ага. Ага. А... Вот. Потом мы дальше пошли, тут интересные знания. Вот этот шпиль, я не знаю, достроен или не достроен. И у него такой дизайн просто. Да, конечно. Вот. Вот я на Tower Bridge. Ага. И... Кстати... Мы там, да, дальше пошли чуть-чуть. Подожди, 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 Гриш, там кто-то хотел что-то сказать. Одно. Да, конечно, извините, что я перебил, но я как раз из картона тоже собирал такой же мост. Но он, да, Тауэрский мост такой же, но он остался в другом городе. Орле. Наконец-то вы говорили. Ага. Ну, короче, мы перешли по Tower Bridge. Вот он со стороны. И... Вот. На другой стороне мы дальше пошли. Хотели поймать еще один катабаран. Вот уже в ту... Вот в ту... В другую сторону. Куда там... Откуда... Ну... Ну, чтобы вернуться, да? Да. Ну, да. Только на другой стороне. Вот HHBS Belfast. Мы... Вот HHBS Belfast видно. Вот. Сейчас видно перец катабарана. И он плывет от того, где там видно много мостов. Но нам надо было в другую сторону, в ту сторону, откуда он плывет. Угу. Угу. Поэтому мы ждали. Потом мы дальше по реке проплыли туда. И... Дальше пошли. Уже темнело. Бар. Вот. Мы проходили мимо... Лондон-Ай. Тут Татаршел Касл. Называется. Лодка, вид, написано под Нейский. А... Там, кажется, бар устроили. А... Вот. Мы так шли. И потом пришли к Биг Бену. Там... Красные автобусы знаменитые в кадр попали. Конечно. Вот. Я у Биг Бена. Да. Мы там перешли дорогу. И подошли, насколько близко можно к нему. Очень большой. Там, правда, колокола не работают. Потому что чинят. Там. Это было жалко. Очень. Потом, после этого, мы на метро поехали в наш отель. Уже другой день. Леголанд. На следующий день мы пошли в музей на утке. А... Вот. Самое интересное. Тут очень много интересного. Даже не знаю, с чего начать. Ну... Дойду сейчас одну вещь. Ну, я хочу вам показать одну с двери той ракеты, которая служила во второй мировой войне. Пау-2. О! Вот тут прям двигатель открыт. Это Пау-2. А ты знаешь, я был на том заводе, где их делали, и откуда их запускали в Германию. О! Классно! Это остров на северном берегу Германии. Там в Северном море. Вот. Да. Вот. И там тоже есть эти ракеты. Там две штуки есть. Да. Я читал про это в книжке. Но то, что я не ожидал, когда я ее увидел в реальной жизни, она такая большая. С этого я точно не ожидал, что она будет такая. Угу. Ну, она летала очень плохо. Она часто взрывалась при старте, потом летела куда попала. У нее никакой точности не было, ничего. Вот. Ну, ладно, даже назад может полететь и по своим ударить. Ну, по своим там не получалось. Ну, в общем, опасная штуковина была. И когда она в Лондон прилетала, в Англию, ну, да, большие разрушения делала, конечно. Но все равно для того времени это было удивительно, что она вообще была создана. Да. Вот. Тут есть спусковой модуль союз. Не спусковой, а спускайвый. Ну, спускайвый модуль союз. Вот он. Даже парашют здесь повесили. А, я как раз хотел спросить, что за тряпочки там? Парашют. Там с парашютом здесь. Вот. А, тут, кажется, тут есть модель, модель косвечи, ну, лунного спускаемого модуля Аполлона-11. Вот он. Вот он. В полный размер. Вот он. В полный размер. Вот он, в космонавт даже. В полный размер. для всяких измерений, дистанций. Лазерный. Он работал между Землей и Луной, да? Ну, да. Угу. 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 Вот. Здесь есть. Вот. Самая первая вещь, которую мы увидели. Модель. А. А. Модель. Модель, вот, паровоза. Самый, один из первых. Я сейчас пытаюсь там найти название опять. Потому что не очень запомнил. Вот. Тут колеса правда убрали. Но вот. Этот. Этот. Миниатюрный. Так он выглядел. Только побольше. Это. Это миниатюра. Вот это его натуральный размер. А это миниатюра с колесами. А зачем там большое колесо сбоку? Эээ. Эээ. Я устроить слон не очень знаю. Ой. Маглаголя. Чуть же. А вот тут. Тут модели самолет тов. Самолетов. Старых там. Ну или очень. Новых. Тут даже есть конкорд. в разрезе. У нас в Германии есть музей, где он есть целиком. И там же рядом есть ТУ-144, и тоже сверхзвуковой пассажирский. Сверхзвуковой пассажирский, да. А вот тут для пилотов, которые на сверхзвуковых военных. Вот, экипировка. Тут еще есть Харьер, самолет такой. Вот тут. Еще самолеты. Ну, много. Вот планет. Нос Харьера. Пассажирский чек. И вот тут. Вот не очень хорошо видно. Плата 747. Ну, не очень в разрезе, но можно сказать, вот сектор Боинг 747. Вот здесь. Здесь внизу груз. Здесь пассажиры. Здесь второй этаж. А, подожди. Вот это колесо, это и есть в разрезе, что ли? Вот здесь, да, это часть Боинг 747. Вот турбины самолетов. Вот я по сравнению с ними. Это турбины от самолета. Очень большая. Кажется, 747 Боинг. От Боинга. Упс. Упс. Так. Смотрите. Так. Ну, вот. Тут очень классная. Симулятор полетов. Вот смотри. Симулятор полетов. Такой. Там можно полностью вверх ногами летать. Вот. Еще один смотри. Можно полностью вверх ногами летать. Это очень классно. Ну, то есть тебя там пристегивают? Ну, да. И вот когда либо вот пикировали или вверх ногами, я там с папой, я кричал, выпадая, выпадая, потому что кресло было слишком большое для меня. Я так только на то, что держала нас в кресле. Висел. Афиралзово. Смешно было. Вот. Ну, полетали. А тут Тесла Койл. Ну, чего? Тесла Койл. Тесла что? Тесла Койл. Знаете, вот про то, которое там Никола Тесла изобрел? Ну, да. Что это? Какой-то Койл? Это что такое Койл? Ну, ну, беспроводная электричество, чтобы вот это по-английски, как Койл. Не очень могу перевести, не очень хороший переводчик. Ну, кто-нибудь может мне помочь, пожалуйста. Ну, не знаю, Койл, как перевести. Ну, он для чего предназначен, скажи просто? Ну, беспроводное электричество, как видно в этом видео. Такое. Беспроводное. А, вон там что-то моргает синее такое. Волния. Здесь сделал, так сказать. Могу звук включить. Не, не надо, ладно. Ух ты! Я тоже видела что-то похожее. И мы ходили, не помню, куда. Там были всякие опции. О, это что такое? Ну, тут веревки. И вот тут есть ползунки. И здесь моторы. С другой стороны тоже есть моторы. И меняет скорость мотора. А, можно менять длину волны. Да, да. Вот именно. Вот. А тут так парень выходит. Если его пытайся выталкивать, он не выходит. А если оставляешь, и ничего не делаешь, он сам идет по этой горке. А вот тут нажимаешь, и круги такие из дыма. А вот тут там сверху есть магнит, и снизу есть магнит. Ты там крутишь, и тут какая-то магнитная жидкость, забыл, как называется, как нужно пытаться... Верхний магнит должен у нижнего отобирать, а нижний у верхнего. Ну да, это жидкая магнитная жидкость. Да, такая. А вот тут делать северное сияние вот здесь, в этой штуке. Северное сияние должно получаться. Вот здесь они должны восьмеркой кататься, между этих двух. Вот так восьмеркой должны. А здесь мотор. Внизу здесь написано. А вот здесь маятник. А здесь такая симулятор эндоскопии. Ого! Класс! Симулятор такой. А вот это... Дайте тебе фотки. Вот, это я, кажется, не показывал. Показывал было... Вот музей. Здесь такой рефлектор. Такой... Классный, прикольный. Наверное, он фокусирует лучи. Тут есть... Симулятор... Ну, motion simulation. Симулятор движения. Как будто ты... Вот, вы знаете... В королевской воздушной силе. Вот этой... Понятно. В этом войска воздушные. Да. Королевская, которая... Там вот называть... Там есть группа, которая называется Red Arrows. Знаете? Красные стрелки. Ну, они... Эти красные стрелки... Делают всякие... Дисплей флайтс. Ну, дисплей флайтс. Ну... Показывают там маневры, всякие трюки. Летают там, группы. Шоу авиа. Авиа шоу такой. Делают от времени от времени. Ну, здесь есть... Ну, это специальные очки, да, на самом деле? Да. Вот это... 3D-симулятор движения. Как будто ты вот... В... 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 Килот одной. И так... Летаешь так. Вот я это вам показывала уже, да? Ну, наверное, да. Что-то такое. Что-то немножко с другого... Это с другого места сметано. Спитфайеры... Союз... Вот. Это я показывал. Нет же. Нет, это нет. Вот тут какая-то ракета. Тут какой-то модуль. А тут двигатели. Парашют спускового там... Какого-то... Робота какого-то... Марсохода. Или гулохода. Вот. Видно, Хаббл там чуть-чуть. Вот. Хаббл. Знаменитый телоскоп. Тут включение, правда, чуть-чуть. Вот. Спутник. Модель. А, первый самый спутник в мире, да? Да. Честь отдаю. Я ему отдаю честь. Хе-хе. Вот. Тут. Бойлер такой, который подключён к висосу. Воды. А вот это... Аймаркс театр. Там показывают 3D кино. Про... Про жизнь Хаббла. Что с ним происходило. Его проблемы. Как его чинили. Да даже есть... То, что сняли... Сняли космонавты, когда они в космосе чинили Хаббл. Очень классно, интересно было. И... Там ещё одна там сцена была. Там... Они там... На МКС когда были. Там... Один из космонавтов... Спросил другого. Почему у тебя... Солнцезащитные очки? Здесь нету солнца. Они у него были на лбу. И так надвинул на глаза. И сказал, что это круто. Хе-хе-хе. Конечно же должен быть юмор. Так. Вот тут... Всякие... Медицинские вещи для изучения, для работы. Вот стеклянные глаза. Медицинские? У нас стеклянные глаза, как протезы есть. Что-то... Медицинские здесь. Всякие вещи. Вот тут. А... Лошадь в разрезе... Ненастоящая, не волнуйтесь. Ай... У меня низкая... Низкая... А... Вот. Чтобы изучать. А тут... Алистезик... Машина. Григорий, давай подходи к концу. Мы уже так долго тут занимаемся. Ну, да. Вот тут... Всякие... Аппараты медицинские. Вот. Самая крутая фотография. Ты уже, наверное, больше часто рассказываешь, да? Да нет. Где-то около того. Вот. Самая крутая фотография, по-моему. Вот. Это со второго этажа фотография. Ух ты! Ну, там вот большой паровоз я вижу. Вот тут паровозы всякие. Маяк. Самолеты. Машины на стене. Хау-2. Хау-2. Очень там... Вот. Вот. Какая-то штука, что, наверное, чтобы упоминать смерти человека. Или если больны, там... Как-нибудь что-то делать там. Чтобы... Вот. Это медицинская изоляция. Если там... А, там что? Если там... То есть, внутри лежит человек, которому делают операции? Ну, или больной, которому нужна помощь. Угу. И вот так работать руки в рукава и так работать. Вот. А... Человек... Ну, так в разрезе. Модель. Все тут. Органы. Модель. И вот здесь недостаточный. Вот. Я уже в самолете. Все же читаю. То есть, уже домой. Да. Это... Вот. Все. Модель. Лодки. Корабля. Такого. Я сейчас посмотрю. Вот. Комната. Где лодка эта? К���им hadnт. Кто-то... Немного�� spitачь genug, даab я знаю. Да. Ну, аε... Двое им. Скажэвдит. Похожащいた Arkад needs. Где лодки еще, смещать. Я думал уже. Я думаю... Да. спасибо спасибо как ребята ну давайте кого что удивило расскажи григория я включайте микрофон и удивляйтесь никто не удивляется все все знают все в лондоне были мы как будто побывали грижа спасибо тебе я как будто в лондоне побывал и музей в этот который фотографии не было сделал ну это понятно сегодня да ну да но из того что ты там показывал что такого самого удивительного ну во-первых самое первое меня удивило размер вот этого колеса обозрения она действительно огромная она больше чем девятиэтажный дом правда очень большой очень большого жалко что они туда не получилось залезть вот что она была в ремонте ну там вот после ремонт был там было время когда он работал у нас такси опоздал и мы не успели а потом его в ремонт ремонтировали чуть-чуть фанатов даже трудно выбрать что там такое самое выдающееся но все очень интересно мне было очень интересно я в разных технических музеях бывал вот я говорил о том что у нас в Германии такой музей вот там фантастически много чего интересного я туда когда ко мне гости приезжают мы частенько туда ездим я там уже три раза был вот поэтому хорошо знаю мы в нашем городе есть музей технический ой там тоже столько интересного вот да ну спасибо тебе за экскурсию просто прекрасно было да вот замечательно так ребята какие ваши впечатления давайте скажите григорий он же для нас старался мне очень повезло что за эти два раза никто там мало рассказов было и я то что мне очень много времени это завело да а нам повезло что ты нам столько много рассказал вот это классно так я пока сделаю паузу записи до свидания так всем спасибо григорию отдельное большое спасибо вот до свидания до следующего вторника спасибо до свидания спасибо пожалуйста вот тут вверху на записи будет там кнопочка в конце самой записи кнопочка подписаться на канал а внизу будет кнопочка плейлист где у нас все наши встречи записаны ну все пока до свидания спасибо за занятие приходите еще спасибо за�� вот Продолжение следует...